Здравствуйте дорогие друзья, еще раз хочу поговорить о препарате Тен-Атен. По-прежнему по поводу этого препарата лекарства имеется много заблуждений. Основной из них то, что этот препарат является гомеопатическим. Он к гомеопатии практически никакого отношения не имеет, за исключением того, что он разведен и динамизирован так, как это происходит при изготовлении гомеопатических лекарственных средств. Но по своему составу он содержит антитела к мозгоспецифическому белку С100. Как я понимаю действие этого лекарства? То есть есть вот этот мозгоспецифический белок, который по всей видимости повышается при неблагоприятных процессах, которые сопровождаются, собственно говоря, тревожными расстройствами. То есть это как часть патогенеза. То есть много каких процессов неблагоприятных, которые мы можем назвать болезнь или расстройство, сопровождаются повышением тех или иных белков, образованием тех или иных белков. Повышаются какие-то определенные медиаторы и так далее. И это все участники этого процесса, патогенеза, неблагоприятного процесса. И такая же ситуация здесь. Повышается мозгоспецифический белок, к нему уже приготовлены антитела. Но по всей видимости, если эти антитела дать в материальной дозе, то возможны аллергические, прежде всего, реакции и какие-то нежелательные реакции, которые, конечно же, производитель хочет избежать. Поэтому он разводит эти препараты, этот препарат, эти антитела, динамизируя при этом. То есть энергия, лекарство сохраняется. И вот в такой таблетированной, удобной форме, по-моему, таблетки для рассасывания используются, дается пациенту, назначается врачом. Назначается при тревожных, при панических состояниях, фобических состояниях. Все то, что связано с тревогой, беспокойством, возбуждением. И да, есть хорошие результаты, есть хороший эффект. Конечно же, наш принцип, тот метод, который я использую, гомеопатический лекарственный метод, официальный метод медицины в России, конечно же, он значительно более сложен. То есть мне нужно учитывать все симптомы пациента и подобрать то лекарство, которое подобно этим симптомам. В случае с Тонатеном все очень просто. Регистрируешь расстройства, да, тревожные расстройства, и даешь лекарство. Все, назначаешь лекарство. И поэтому многие используют Тонатен для самолечения, поскольку, повторюсь, это очень удобно. Ну вот, что хотел сказать по поводу лекарства. Благодарю за внимание. Продолжение следует...